Здравствуйте! Мы хотим вам представить свой продукт смартфер, который облегчит вам жизнь и решить следующие проблемы, которые покажут мои друзья Святослав и Артур, который уже имеет смартфер. Итак, они после работы приходят домой. Раздеваются, уставшие. Единственное, что мне хочется сделать, это просто лезть и поспать. Артур, кажется, вы запрессываете в банку. Ну и смартфер. Артур, ваша температура 38 градусов, кажется, вы постудите. Не желаете ли чаю? Да, смартфер. Итак, Святослав и Артур постудились, но Артур принял лекарство перед сном. И с утра, проснувшись... Время 9.59. В соответствии с вашими диаметром, это самое идеальное время для прекрасного пробуждения. Ребята проснулись. Святослав пошел заваривать кофе. Не желаете ли кофе? Да, смартфер. А Артур сразу пошел умываться и чистить зубы, потому что чайник включился сам. Они приходят... Да, Святослав пытается включить свет, но он с простой не может просто найти выключатель. А у Артур включается свет только сразу, когда он заходит в ванну. После чего они одеваются и выходят на работу. Вот готовился ваш автомобиль. Святослав долго не может завести свой автомобиль, потому что холодно. А Артур садится уже в теплую машину и едет на работу. Святослав и Артур ездили на работу, работали, вернулись. Опять уставшие, и они встретились на речечной клетке. У меня так день плохо прошел, я заболел, потом машина прогревала очень долго. Без света ударил ногу, а у тебя как день прошел? У меня отлично, знаешь, как грустно это слышать. Но зато благодаря смартфер я сбежал всех этих проблем. Хочешь попробовать? Как? У тебя же Android, а у меня iPhone. Смартфер, кроссплатформенный девайс. Итак, мы вам представили наш девайс смартфер. Это и управление умным домом, и одновременно часы. Система интегрированной часы и совмещенная с умным домом. Бабло, собственно говоря... Без микрофона? Нет, тебя ловят. Отвечу про бабло. На чем мы будем зарабатывать деньги? Во-первых, ответим про партнеров. Мы не будем встраивать в часы эту систему. Мы договорились с производителем часов. Они встроили свою систему, выпустили под нас новую линю. Мы занимаемся умным домом. Системный умный дом, работающий в интеграции с часами. То есть, мы продаем систему умный дом, которая не работает без часов, а часы – это ключевое преимущество. Потому что, грубо говоря, смартфон, я показал, что когда я шел домой, я забыл куртки. У меня нет смартфона, когда я простусь. Мне нужно что-то, что всегда с собой. Это дешевый аппарат Smart, который построен на данной технологии. Также мы занимаемся, собственно, разработкой программного обеспечения. За что и, собственно, просим вам. Господа, на самом деле, в суде по созданию, мы будем разработать предложение о умный дом. То есть, вы, по-моему, являетесь разработчиками… Да, мы разрабатываем ПО и устанавливаем умный дом. То есть, интегрируем всю эту систему. А какой процент от этого идет на ПО? То есть, сколько стоит на самом ПО и сколько стоит на самом ПО и на самом ПО и на самом ПО и на самом ПО? Сейчас у нас умный дом практически другой предмет. Он уже обладает своим Wi-Fi, его можно подключить к системе. Грубо говоря, можно купить сейчас чайник с Wi-Fi, которым можно управлять. Для того, чтобы управлять им, нужно А – ПО, чем мы занимаемся, Б – управляющее устройство, чем занимаются наши партнеры. Бизнес построен на том, что наши партнеры продают устройства с данным девайсом. Мы продаем программное обеспечение и оборудуем систему для работы с умным домом. Ну, так же мы занимаемся обслуживанием? Ну, обслуживанием, конечно. Обслуживанием, монтажом и всем остальным. Покум那么zat мы посмотрели презентацию компании ApenDog. Скажите, пожалуйста, чем Ваш продукт лучше их, и почему вы должны обратить внимание именно на Ваш продукт? Ну, начнем с того, что… ApenDog – это первый был? Да, да. Начнем с того, что я не понял, в чем у них ключевое преимущество и сравнивать с ними очень тяжело. Свои ключевые преимущества я сказал – если они не ответили, что они будут делать, У нас мы не продаем девайс. Девайс покупается у производителя и интегрируется в линейке часов. Например, договор у нас с Кассио. Я как потребитель, ну, вот Артур как потребитель пришел ко мне в компанию, я ему сказал, купи такие часы, а он хочет умный дом. Купи такие часы, ими будешь управлять, тебе не нужно будет больше ничего. Плюс мы тебе напишем все программное обеспечение, оборудуем весь умный дом. Мы занимаемся умным домом и программным обеспечением на этой технологии. Дешево, красиво. Девайс стоит дешево, вместе с часами все равно все время с собой носишь. Это и дешево, и красиво. Я примерно интегрирую. Разница? Он говорит, что разница, это дешево, только и красиво. Как он? Сейчас проблема умного дома, это, соответственно, куча каких-то девайсов. Если встраивать пол в телефон, что очень удобно было бы. Но телефон можно забыть. Сват, он сейчас для имущества. И опять же, телефон не может анализировать параметры человека. То есть, наша система анализировала, например, что Артур заболел. А, еще отлично от OpenGo, наша система не наобум начинает решать что-то... Наша система не решает наобум принимать какие-то решения. Наша система сейчас спрашивает. Вы хотите завести автомобиль? Она часы из... Да. То есть, она... Еще вопрос тогда, пожалуйста. Хорошо. Вопрос такой. Смотрите, ваш самый главный ключой партнер, из которого не имеет смысла у вас весь проект, это производитель часов. Но, вот, прям, я не знаю, фактически известно, то, что уже каждый технологический, как Касио, там, Самсунг не производитель, но они тоже. И большинство, даже до Apple, производит свое смыслом сотрудниче с каким-то стартапом, который уже продает чип другого стартапа, очень много посредников. У нас ключевой партнер, это производитель чипа. У нас будет своя линейка часов и линейка часов от брендов. То есть, мы, когда потребитель приходит, говорит, а мне без разницы, мы ему предлагаем свои часы. Или он говорит, нет, я хочу часы фирмы, там, Касио. Соответственно, у нас в Касио договор и выпущена отдельная линейка. Касио это выгодно тем, что будут покупать его часы за счет нас. Нам это выгодно за счет того, что Касио это уже раскрученный бренд. Мы просто делаем заказ. Мы уверены, что Касио захочет купить целую линейку. Но мы их деньги заплатим. Мы у них заказываем отдельную линейку. Да, господа, я скорее позже продолжу передающий вопрос. Вопрос в чем? Потому что если вы заказываете разработку отдельной линейки в 3 часов, то начальная партия должна быть достаточно большой, чтобы окупить положение, которое вы производите. Вопрос. За счет чего вы сможете сделать такие огромные, на самом деле, они довольно большие, капиталы вложения на самом старте? На самом старте стартап начнется с того, что мы будем производить свои линейки. Пробные партии на тематических мероприятиях, реклама. С этого начнется, с малого потребителя. Когда у нас уже пойдут первые продажи, мы выйдем на низший рынок, на людей, которые готовы работать с нашими часами. У нас появится средство, и мы привлечем инвестора, за счет которого интегрируемся в любые другие часы. То есть правильно ли я понимаю, что это уже последующий шаг разработки часов от известных брендов? Да, это не основное. Основное куда угодно, в любые часы. Прежде всего, я вас включу в ролик, если вы заплатите за это деньги. Спасибо. Спасибо.